дорогие друзья всем большой привет добро пожаловать в мое новое видео я как всегда вам очень рада желаю вам приятного просмотра сегодня будет необычное видео для меня вообще не думала что когда-нибудь такое буду снимать но решила вам показать это связано с цветочной темой и значит я буду делать сегодня диска горшок своими руками да вот я решилась значит что я для этого купила значит вот такой горшок это обычный пластиковый горшок у значит у него здесь вот так вставка есть здесь нет дренажных отверстий кашпо а вот такой горшочек посмотрите сколько дренажных отверстий я считаю это великолепно для нас кто любит поливать очень много хотя это не про меня на самом деле я наоборот засушиваю значит вот такой горшок я купила в подарок к этому горшку мне положили вот такой горшок супер мини тоже вот так открывается с дренажными отверстиями не знаю и буду я его когда-нибудь использовать или нет положил производителю в подарок спасибо большое значит и заказала вот такую алмазную мозаику посмотрите посмотрите как она переливается какая она шикарная и замечательная и вот это дело и вот это дело я сегодня все объединю и будет у меня классный горшок диско шар который будет при солнышке оставлять блики на стенах в общем не знаю почему недавно разговаривали об этом в чате в моем телеграм-канале я решила вот пробовать значит горшок 800 миллилитров объем вот эта алмазная мозаика тут один метр и ширина 4 сантиметра вот не знаю хватит ли мне это на весь объем горшка ну вот я сниму и как раз покажу вам вдруг вы захотите повторить эту чудесную идею так ну а я тогда буду начинать я сейчас включаю на фоне себе мультик и будет озвучка и так я значит буду начинать приклеивать свою мозаику первое что мне хотелось бы сказать это то что поверхность надо бы по-хорошему обезжирить да то есть там идет взаимодействие пластика и клеем у меня нечем обезжирить как оказалось поэтому я просто смахнула рукой с него пыль с горшка марселькину шерсть ну и в общем то так решила приклеить и мне кажется что держится крепко у этого рулона хороший клей значит удобно эту ленту этот рулон разрезать и чего бы еще хотелось мне добавить что очень очень важно будьте аккуратны работая с этим материалом потому что не нужно забывать что это все-таки стекло здесь идет настоящее зеркало поэтому руками аккуратно в общем его трогаем по граням не проводим по краю рукой не проводим потому что можно порезаться и аккуратно разрезаем то есть это лента гибко гибкая она гнется для того чтобы обрезать ножницами и и не повредить но вот пальчиками аккуратно и даже можно делать всю работу в перчатках потому что вот я когда только ее купила начала со всех сторон и и крутить вертеть и в общем то маленький осколочек мне в палец вбился я потом его кое-как там водой промывала в общем доставала поэтому будьте аккуратны если будете работать с этим материалом то либо в перчатках либо очень очень аккуратно не порежьтесь это чисто мое вот вам пожелание еще значит лучше не брать такой горшок как у меня для такого дела во первых мне не хватило всей ленты чтобы его заклеить а во-вторых значит лучше какой-то правильной формы брать горшок пусть это будет квадрат идеально просто идеально подойдет квадрат тогда будет все ровно либо цилиндр тут будет посложнее но тоже будет очень хорошо получится у меня все-таки горшок неровные с гранями закругленными потом он сужается ко дну поэтому стыки их видно и материал сам по себе не гибкий стекло да как я его подогнул под эти грани поэтому вот это нужно тоже учесть а в целом идея мне кажется очень очень простой в реализации поэтому пробуйте такие горшки на валбере стоят от полутора тысяч и больше маленьких объемов а тут можно купить вот эту ленту и обклеить любой горшок и будет прикольно смотреться в общем-то идея классная себе точно может быть ее еще повторю но уже учту вот эти свои ошибки но у вас есть шанс сделать без этих ошибках себе ошибок себе горшок потому что вот я вас так смогла предостеречь в общем вот такая история у меня получилось вот такой горшок значит я смогла клеить три стороны четвертая сторона и вот чуть-чуть мне не хватило значит этой ленты этой мозаики ну слушайте конечно если прям не приглядываться вот так вот издалека смотреть смотрится прикольно здорово но столько косяков столько косяков и вот видите вот эти стыки их видно значит да много чего видно в общем наслаивается у меня где-то где-то просветы лучше для такого горшка если вы решите тоже повторить эту идею брать какой-то горшок правильной формы типа цилиндра или прям квадрата чтобы не было бы так что он немножко шире вверху потом он значит ко дну заужается плюсом вот эти вот боковинки они скруглены и ну понимаете да то есть нужно было брать горшок какой-то правильной формы если бы это был цилиндр то получилось бы здорово то есть потом шел бы одной формы весь и было бы идеально ну или квадратик там вообще еще проще поэтому я рекомендую идея идея в целом прикольная смотрится как мне кажется здорово весело и необычно но вот вот эти ошибки нужно учесть ну и по-хорошему надо было горшок протереть обезжирить я не знаю будет это держаться вне да я думаю будет хорошая как бы лента ну вот вот такая штука жаль сегодня нет солнышка так бы я вам показала как блики от него появляются ну в общем то вот так цветочком это смотрится достаточно симпатично издалека не видно косяков но если смотреть рядом то конечно вот они все мои косички видны видны вот напишите как вам как вам такая идея я вам сейчас еще покажу с каким-нибудь другим цветочком в общем фото с бликами ждите у меня в телеграм-канале сделаю буду там делать фотографии когда появится солнышко когда будет все блестеть я вам покажу как значит он на стены будет блики свои оставлять будет мне кажется очень атмосферно но этим я уже буду делиться в телеграме в своем потому что сегодня к сожалению солнышко нас не радует помимо того что я хотела сделать горшок я еще кое-что заказала значит вот что мне пришло вот такие буквы значит что тут у меня написано сейчас узнаем что мне там написано я знаю вам не скажу смотрите до конца в общем вот такие буквы это надпись это растяжка гирлянда мотивационная вот я сейчас хочу ее собрать и повесить на стену я ссылочки точнее не ссылочки а артикулы на все что я приобретала на вау берез всегда оставляю видео поэтому ссылочки берите заказывайте так значит начнем так марсель уйди так теперь как это не 10 не вот и вот не Я, значит, долго-долго думала, куда мне повесить эту гирлянду. У меня есть еще один вариант повесить ее на кухню и утром, когда встаешь на работу, пьешь чашечку кофе, ты смотришь на эту надпись, мотивируешься и идешь покорять этот мир. Ты все можешь, это точно. И, значит, наверное, я покажу второй вариант в своем также телеграм-канале. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там очень здорово, там много фотографий, там всегда меня больше. Крайней мере, я там точно чаще, чем на ютубе. Вот, поэтому я, наверное, попробую повесить еще ее на кухне, покажу варианты и попрошу вас дать оценку, дать совет, где она смотрится лучше. На кухне, значит, над кухонным гарнитуром или в спальне, значит, возле цветочков. Ну, вот в спальне я просыпаюсь и сразу смотрю на нее с кровати, у меня кровать прямо рядом. А на кухне, когда я уже проснулась и вот пью кофе перед работой. Поэтому вот два варианта. Нужно выбрать куда. Куда бы повесили вы, вот даже не видя еще результата, куда бы повесили вы такую гирлянду. И вообще, нравится ли вам такое. Я смотрела на Валберис таких гирлянд очень много. С различными словами, значит, и с песен там слова, и просто какие-то мотивационные, значит, записи. Мне очень нравится, я решила попробовать. Стоит она копейки. Всегда ее можно убрать. Я приклеила ее просто на скотч, поэтому он легко у меня от обоев уберется, если вдруг она мне надоест. Вообще, конечно, чуть позже я планирую, что на том месте, где у меня сейчас стоит стол и скопом стоят все растения, у меня там будут полочки, либо будет стеллаж. Я просто пока еще не определилась, и будет все смотреться по-другому, поэтому это такой временный вариант. Но, тем не менее, он мне тоже нравится, все растения вместе, так кажется, как будто бы их очень много. Такой маленький оазис прямо возле кровати. Я просыпаюсь, смотрю на них и радуюсь. Вот такой итог у меня. У меня получился, как раз выглянуло солнце. Красота! Я считаю, получилось очень красиво, атмосферно, необычно. Значит, цветочки мои, все они у меня здесь пока стоят вместе, возле кровати, маленькие джунты. Когда просыпаюсь, сразу им радуюсь. Все политые, все протертые, ухоженные, в общем, все чистенькие. Поэтому уход им сегодня не требуется. И обзор растений до-после некоторые экземпляры покажу будет в следующем моем видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы не потерять мой канал. Напишите, как вам, как вам такая гирлянда-растяжка, нравится ли итог. Такие вот солнечные блики. Зайчики от горшочка. Очень красивый. Маленькому кашпо горшку, точнее, я тоже нашла применение. У меня вот здесь из клубня Лаказия Регал Шилдс растет. И она как раз удобно встала вот в этот маленький горшочек. Поживет там. Это вот подарок мне к этому кашпо шло. Вот так. Какая красота. Зайчики бегают. Ну как все блестит. Как все блестит красиво. И тени красивые. И надпись красивая. Любое растение можно сейчас туда вставлять. Будет красиво смотреться. Можно менять. Пока никого туда садить не буду. У меня и новичков пока нет. Ну вот такие вот чудесные солнечные зайчики. Блики бегают от такого горшочка. Ну а я буду с вами прощаться. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok